Приветствую вас. Прежде всего я хочу сказать, что не совсем понятно, кому мы здесь помогаем. То есть вы вроде бы обращаетесь к нам, то есть вот вроде бы вы обращаетесь к нам. Но в то же время вы говорите о том почему-то, что ответы будут перенаправлены маме. Но если ваша мама хочет помощи, по какой причине она сама не напишет на наш сайт? То есть я думаю, что она вполне сама могла бы это сделать. Понимаете? То есть это говорит о том, что человек, несмотря на то, что помощи хочет, несмотря на то, что в помощи нуждается, вот. Несмотря на это, все равно еще, видимо, недостаточно произошел вот этот вот накал необходимости ей что-либо делать. Потому что если бы накал произошел бы, да, если бы накал, ну, если бы это произошло, если бы это случилось, если бы человек понял бы, да, что вот как бы уже, ну, что уже пора, в общем-то, что-либо делать, то, мне думается, она бы обратилась сама. Вот. Поэтому здесь я сразу хочу обратить ваше внимание на то, что, да, нам нуждаются в помощи, если ваша мама, да, она хочет помощи, но, на мой взгляд, вот этот вот этап, когда, ну, человек готов реально что-то менять, да, он еще не наступил. Кроме того, следует учитывать возраст вашей мамы и нужно учитывать, что это накладывает определенные ограничения, то есть поменять, конечно, что-то можно и изменить что-либо можно, но не нужно оставить заведомо невыполнимых целей, да, не нужно оставить заведомо нереализуемых целей. Я думаю, что здесь очень важно не иметь таких ожиданий от психотерапевтической работы, чтобы потом не испытывать разочарование. Вот. Это такой аспект. Следующий аспект, что нужно маме. Я думаю, что вашей маме необходимо в первую очередь выразить свои чувства. Выразить свои чувства вообще. Все и все, что касается вот текущей ситуации, то есть то, что касается данного момента. Все, что касается того, что сейчас с ней происходит. Все, что касается ее, так сказать, именно ее переживаний. Понимаете? Именно ее эмоции, именно ее чувств. То есть, если психотерапия обращена к маме, да, если психотерапия обращена к маме, то работать нужно с ее чувствами, понимаете, с ее эмоциями. По какому критерию она будет выбирать, с кем продолжить общение и как она будет общаться, то есть, ну, например, она будет общаться с вашего аккаунта или она зарегистрирует себе новый аккаунт. Ну, я, честно говоря, не понимаю, да, так сказать, этот момент он не ясен для меня абсолютно, вот. Значит, дальше. Что касается, наверное, вас. Очень важно отделить свои чувства, которые вы испытываете, то, что вы испытываете, и по отношению к маме, и по отношению к сестре, от того, что происходит между мамой и вашей сестрой. Потому что вы находитесь сейчас и пишете так, как будто вы созависимы. Скорее всего, так оно и есть. Скорее всего, вы действительно созависимы, потому что на вас влияет эта история. Ключевой момент. Сколько, значит, сколько раз говорила себе не помогать и не анализировать родных, но не могу смотреть спокойно, тем более мама сама просила меня помочь ей так не отправляться. Смотрите. Вами руководить чувство долга. Вами руководить чувство вины. Вы считаете, ну, один из ключевых моментов. Вы считаете, что должны помочь своей маме. Вы считаете, что вы должны помочь своей сестре. Если вы этого не делаете, то появляется чувство вины, которое и мотивирует вас на то, чтобы помогать и анализировать. Очень важный момент. Очень важный момент. Очень важный момент. То, что вы сами испытываете. Очень важный момент. То, что вы сами ощущаете. Очень важный момент. И очень важно это отделить от того, что происходит между вами и вашими родными. Очень важно это чувство отделить от того, что хочет от вас, например, ваша мама. Дальше. То, что я вижу по фотографии. Вы всех трое. Люди с достаточно большим сердцем. Вы все трое люди, в которых, ну, лично я увидел достаточно серьезное, достаточно яркое проявление тепла, света, сердечности, обзывчивости, душевности, если угодно. У вашей мамы это выражается в какой-то, вот знаете, такой фанатичности, что ли. То есть ваша мама это делает фанатично. Ваша мама, она, скорее всего, вообще отказать не способна никому. Ну, если вот она чувствует, что в ней нуждаются. Вот. Значит, у одной из девушек я вижу то же самое, но она защищается. Она защищается узкомерием, она защищается гонором, она защищается бравадой какой-то. Но за этим я вижу то же самое. У второй девушки я вижу такую же историю, но более откровенно. Потому что она менее стесняется выражать, ну, как бы, вот свой импульс. Я, конечно, не буду здесь гадать, кто есть кто, да, то есть, как бы, ну, не хочу здесь гадать на самом деле. Вот. Просто скажу, что вот то, что я вижу, то, что я вижу, да. Ну, вот. Это вот по поводу фотографий. То есть, если предположить, что девушка в куртке, это и есть младшая сестра, хотя, если честно, я вот не очень понял, кто есть кто, да. Но если предположить вот именно по фотографии, хотя там нужно несколько фотографий, чтобы лучше понять, да. Но вот, если, если посмотреть по фотографии, если предположить, что девушка в куртке и есть младшая сестра, то, вот, она явно боится близости. Она боится близости, потому что мама ее душит этой самой близостью. Вот. И человек, с одной стороны, вроде бы и близости хочет, но в то же время этой самой близости боится. А ваша мама, она вот по-другому не имеет. У нее либо очень сильная дистанция, либо дистанции нет никакой. Вот у вас, по сути, у всех есть проблемы с личными границами. Вот. Что касается матери, да, что касается матери, то есть, насчет вас тут понятно, да. Но почему не можете смотреть спокойно? Чувство вины, долг, обязанностей, вот это вся история. Может быть, обида на маму за то, что она не относится к сестре так, ну, что она относится к сестре так, как вам никогда не относится, но тут нужно исследовать. Вот. Дальше. Мама сама попросила меня помочь ей. Понимаете, помочь, вот именно помочь, вы могли бы, порекомендовав маме сайт, например. Ну, вот этот сайт. Лайфикс так скажет, что у вас сайт есть. Я тебе оплачу, да, то есть, оплачу стоимость вопроса, к примеру, ну, допустим. То есть, все это я сделаю. Ты только, ну, ты только вопрос опубликуй. Вот если бы вы так поступили, тогда была бы помощь. А просто делаете вы, это уже не помощь. Вы делаете за человека. И в этом смысле, вы действуете по отношению к маме своей так же, как она действует, как мама действует. По отношению к младшей сестре, ну, вашей, по отношению к вашей младшей сестре. Понимаете, какая штука. Вот это очень важно понять. Важно понять, что, как бы, мама, да, мама, значит, значит, за счет вас, да, вот именно за счет вас реализует, реализовала, точнее реализовала. Своё взрослое, эго, своё взрослое начало. Вот. А, со своей младшей, значит, дочерью, она реализовала начало детское. Понимаете? Какая, какая штука. Аэээээээээээээээээээй и вы сейчас. вот именно вы, именно вы сейчас, повторяете, вы повторяете, вы подтверждаете повицию вашей мамы. Собственно говоря, ну вы, вы подкрепляете, вы подкрепляете ее такое поведение тем, что действуйте, значит, грубо говоря, ну вот, за нее сейчас, вот, ну, то есть вы помогаете ей, делаете именно за нее. Вот. Знаете, какая штука? Это очень важный момент, это не помощь уже, вот, это не помощь уже, это абсолютно не помощь уже. Это именно то, что вы делаете за нее. Дальше. Ваша мама бросила вашего, вашего папу. И бросила она его, по-видимому, из-за деструктивно выстраиваемых отношений. Понимаете? Вот. Она его бросила, потому что, видимо, устала быть для него, значит, либо мамой, либо устала чувствовать себя на вторых ролях, то есть это были неравноправные отношения. Вот. И после этого всю свою любовь переключила на дочь. Да, возможно, опять же, испытывая перед ней, да, ну, какое-то вот чувство вины. Вот. Я не знаю, но, возможно. Возможно. Вот. Возможно, испытывая чувство вины. Вот. На счет того, что она, значит, там, подпортила физику ребенку. Вот. Ну, как вы говорите. Вот. Я, честно говоря, не думаю. Вот. Я не думаю, что она именно, ну, что она именно подпортила психику. Потому что, ну, опять же, мне представляется так, да, что человек, ну, что психику, психику подпортить, ну, на самом деле, нельзя человеку подпортить, да, именно психику. Ну, если, ну, заболеть, заболеть, да, это, как бы, можно, да, можно получить невроз. Ну, вот, то, что испытывает младшая система, да, это, по факту, да, это невроз. Вот. По факту. Вот. Это может быть. Невроз может быть. То, что психику испортила, нет. Потому что, ну, это, это навряд ли. Ну, опять же, опять же, да, я так думаю, что навряд ли. Вот. Значит, так, вы пишите, искала любовь, таская везде с собой маленькую дочь. Вот. Искала любовь. Понимаете? То есть, не любя себя, да, испытывая неуверенность в себе, ваша мама ищет любовь. Потому что ей, ей, ее не хватает. Я имею ввиду, любви. Вот. Тут, тут, вот, такой, такой, такой момент, момент. Ей не хватает, значит, ну, этой самой любви. Вот. Очевидно. Почему ей не хватает любви, да, это уже вопрос. Тут, тут, как бы, нужно разбирать, тут нужно исследовать, как такое было, да, и так далее. То есть, это, ну, это, это моменты, в общем, в общем, это моменты. Вот. Это моменты, которые, ну, соответственно, нужно, 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 нужно разбирать. Вот. Дальше идем. Так, значит, отдалила, отделила старшую сестру, меня и папу от нее, так как боялась, что сестра, сестре внущат, какая мама плохая. Ну, как бы, это неуверенность в себе, да, и страх. Страх потерять свой, значит, смысл жизни, вот. А смысл жизни, ее смысл жизни, ну, очевидно, именно, вот, в том и заключается в соответственных, да, вот, чтобы делать что-то для других людей. Как это не печально звучит на самом деле. Вот. Дальше. Решила строить свою личную жизнь в таком возрасте. В каком возрасте? Почему вы считаете, что в таком возрасте она не может строить личную жизнь? Сейчас работает, чтобы дать все, что попросит сестра. Ну, то есть, по сути у нее, там, перед ней чувства вины, плюс компенсация, да, то есть компенсирует то, чего не достигла сама за счет сестры. Вот. Та пользуется и даже нет совести, а у нее выбора не было. То есть, знаете, здесь вот именно, значит, ну, при взаимодействии с сестрой, очень важно понимать, что сестра, она не то, чтобы пользуется без совести, она по-другому не может. То есть, по-другому, по-другому не научили ее, как можно, соответственно, требовать от человека, чтобы он, чтобы я имею в виду человек, да, делал то, что, значит, чему его не научили, это вот, на мой взгляд, очень интересный момент, на который нужно обратить ваше внимание. Потому что, ну, это не нормально, отсюда ее агрессия, кстати говоря, возникает, вот. То есть, агрессия возникает именно из-за того, что от нее чего-то требуют, а она, как бы, вообще не знает, как это делать, вот. Поэтому здесь очень важно и маму вашу, и сестру вашу столкнуть с последствиями своих действий. Это то, что ни вы, ни она, я имею в виду, сестра, не делают. И это то, чему ее нужно научить. Понимаете? Какая история? Научить. Это не так-то просто, но и, на самом деле, не так тяжело. Если быть, ну, если аккуратненько все стараться, стараться сделать. Дальше. Значит. Так, на себя денег нет вообще. Правильно. Потому что себя человек не любит. Так, просит. У меня деньги в долг, но я, в свою очередь, привыклю к потребительскому отношению от мамы. То есть, вот видите, да, привыклю к потребительскому отношению. Все это значит, что либо вы считаете, если мама, она может вами пользоваться, если вы так считаете, значит, мама эту же позицию передала, передала и младшей сестре, что, ну, что, та может ей пользоваться тоже. Вот, либо так, либо тут чувство вины. То есть, это не следует. Почему вы привыкли к потребительскому отношению к маме? Если вы понимаете, что отношение к вам потребительское, да, если вы это понимаете, то по какой же, собственно говоря, причине вы, ну, позволяете это делать? Продолжаете позволять маме вести так, значит, ну, с собой. Вот, если вы понимаете, если вы понимаете, что мама относится к вам потребительское. Дальше, значит, так, обращаю внимание, что меня родители перестали содержать, когда закончилась школа. Вот, если у вас, соответственно, какая-то обида есть. Обида есть, и из этого уже можно делать различные предположения. Да, то есть, спрашивать, как связано то, что родители перестали содержать вас после школы с тем, что вы сейчас помогаете своей маме и никак не противитесь ее потребительскому к себе отношению. Вот это нужно исследовать. Понимаете, это нужно исследовать. Как так вышло? Почему так вышло? Понимаете? Вот. Дальше. Так. Сейчас относится к сестре как к ребенку, полностью ухаживая за ней, как за 6-8-летней девочкой. Потому что ваша мама не умеет по-другому выстраивать отношения в принципе. Она не умеет этого делать. Если бы ваша мама умела бы выстраивать отношения по-другому, она бы выстраивала, но равноправные отношения означают, что человек может в ней не нуждаться. Если человек не будет удастся вашей маме, ваша мама будет чувствовать себя не нужной. Поэтому равноправные отношения ей не нужны. То есть, грубо говоря, грубо говоря, вашей мамы без кого-либо рядом с ней нет. И вас в некоторой степени тоже. Я не знаю, в какой степени это относится к вам. Вот. Но мама это очень такая вот прям ярко выраженная позиция. Дальше. Значит, моет посуду за ней, спрашивает, что ей подать, что принести. Случает ее ежедневные стирки о том, какая у нее жизнь до 5 утра. До 5 утра. Додолго. А что у вашей младшей сестры нет друзей. Мама боится ее как огня. А правильно, боится ее потерять, потому что с ее потерей для нее утратится смысл жизни. Вот. Ну и, соответственно, случает ее ежедневные стирки тоже поэтому. По этой самой причине. Мама не дает взрослеть вашей младшей сестре целенаправленно. Но целенаправленно не позволяет ей взрослеть, чтобы не отпустить ее от себя. Ведь ваша сестра ничего не может. Она абсолютно беспомощная. И ваша мама хочет, чтобы сестра была такой. Потому что только пока она такая, она будет нужна ей. Дальше. Тут, кстати, вот возраст ваш и сестры помогут. Сестре 18, а сколько вам? Потому что, к примеру, вы пишете, что перестали вас возвращать сразу после школы. Сколько лет было сестре в этот момент. Дальше. Так. Мама боится как огня. Боится ей слов, как раньше. Боится, что она ее бросит. Так можно нарваться на шквал эмоций. Нет. Это все... Это все... Как бы вершина айберга. История сестры. Непонятно, зачем история сестры, если помощь нужна маме. Вот. Абсолютно непонятно. Очень красивая. Слушайте, ну красота... Это... Очень субъективное понятие. Тот факт, что вы считаете ее очень красивой, уже плохо. Потому что... Как бы... Это всегда субъективно. Красота. Откуда-то вы же знали, что она красивая. На что-то вы же опираетесь, говорят, что она красивая. И сестры знают, что она красивая. И сестры опираются на то, что они думают. Но если изначально ей все говорили, что она красивая. И что вы встречались ей. Чему удивляться, что она зациклена на своей внешности? Чему удивляться, что она зациклена на своей внешности, если даже вы в вопросе к психологу говорите, что она красивая. И что у нее мобильная внешность. Кстати, если у нее мобильная внешность, почему она не работает моделью? Дальше. Очень зацикленная на своей внешности. Правильно, что самое ценное. Самое ценное, по её мнению, это внешность. Кроме внешности, у неё ничего нет. И материально, конечно. Дальше. Кстати, вот вы пишете, что мама от неё откупается, да, компенсируя недостаток внимания материальными вещами. Так вот, знаете, внимание к человеку даёт ему личностный рост. Значит, мама, сама этого не осознавая, она не даёт ей внимания, чтобы та личностно не росла. Потому что даёт ей внимание и сработает развиваться. Дальше. Значит, засыкненность своей внешности, но внутреннее развитие на 13 лет. Ну, это, опять же, субъективная оценка. Это субъективная оценка. Нет, всё логично. Если мама реализует с ней свои детские желания, то, конечно, сама девочка тоже будет ребёнком. Это понятно. Но почему именно 13? Почему не 10? То есть, как бы, тут вот очень такое, знаете, ну, опломбовое заявление, да. Куча свободного времени, так как мы это на работе. Нет, куча свободного времени, потому что ничего не интересного, ничего не интересного, потому что нет своих желаний, нет своих желаний, потому что единственное желание – это внешность. И потому что она может позволить себе ничего не делать. Вот. лентяйка, вот опять, это сынка, это сынка. Она не лентяйка. Ещё не лентяйца, есть люди, у которых мотивация, а там нет, у вашей сестры – мотивации нет. Тут у кого нет мотивация – это не значит, что она лентяйка. Это значит, что она не видит смысла что-то делать. Это откуда она может увидеть смысл смысла и что-то делать, если я всегда всё делал? Откуда? Вопрос? Вопрос. Дальше, значит, так, если яичница не умеет готовить? Даже. А должна? А какие к этому препятствуют? Что должна? Так, ничего в жизни не интересно, нет цели, нет смысла, ну, опять же, да, понятно почему. Учиться не хочет, а зачем? Из дома не вытащишь её. А зачем? Хотя это странно, почему её из дома не вытащишь, то есть такое впечатление, что она людей боится. Расставить её или замотивировать невозможно, она сама всё знает, так и правильно, не надо заставлять никого. Она сама всё знает, обращу внимание, что отец и я для неё не авторитет, а должны быть, так как мать объяснила нас в своё время. Да не мать объяснила, не мать, не мать. Чём здесь мать? Дело не мать твоей. Дело в ней само. Дело в вас. Если бы вы и отец выстраивали бы с ней адекватные отношения, мать бы не смогла объяснили. Вот так. Зато сейчас просит помощи у кого не очень понятно. Если просит помощи, зачем помогать. Сейчас она мать посылает, что, собственно, было ожидаемо. Да, была ожидаемо. В 16 лет встречалась с мальчиком, расставание было очень болезненным, так как он заменял и отца, и мать, и внимание, и забор. Ну, как бы, не мать с ней, она отношения выстраивать не умеет, конечно. Вам-то вот задали такой вот фундамент более взрослый, а у матери и у младшей сестры нет, этого нет. Уже прошёл год, но она все еще болеет разрывом, всё как бы вообще очевидно, здесь это нормально. Замены не нашла и не найдёт, потому что замены нет. Ходит по психологу. Понимаете, какая штука, бесполезно ходить по психологам, когда она приходит домой, и всё это вот происходит, то, что вы описываете. Что это бесполезно. Она часто работает с психологом, она вернётся домой, у неё не будет никакого мотива, что-либо делать. Либо психолог её выключает и даст ей то, что нужно ей, либо психолог будет высказывать то, что ей не нравится, и она всем работать не будет. В первом случае никакого эффекта не будет, потому что психолог будет её поддерживать, просто кинуть деньги. В втором случае никакой работы не будет, потому что психолог не будет давать ей то, чего она ожидает. И опять же никакой работы проведено не будет. Нет стимула, стимула, внутреннего стимула нет, что-либо делать. Хождение по психологам это ещё одна попытка, просто привлечь к себе внимание и не более того. Сейчас говорит, что нет смысла жизни, она никому не нужна, она хочет замереть. Правильно, она не нужна себе. Не нужна себе, потому что нужна она пока есть как бы внешность, да, то есть, ну вот, внешность. Внешность, соответственно, внешность придёт, ну, как только, если внешность придёт, вот. Как только внешность придёт, и, соответственно, она потеряет вообще какой-либо смысл жизни. Попала под влияние неизвестной нам женщине, которая, опять же, заменила ей мать. Вообще, сколько с ней слушают её, там и что-то даёт её внимание и, видимо, не прислушивается к ней, не заставляет её что-либо делать, а раскрывает её чувства. Да, она поворачивает её чувства в каком-то, может быть, своём стиле, в своём ракурсе, но это, на самом деле, мало что меняет. На запреты мама общаться с женщиной, она даже не спрашивает, даже не спрашивает. Опять же, я должна? Какое право имеет мама запрещать взрослому человеку, коим является ваша дочь официальность, с кем-либо общаться? Помоги, пожалуйста. Кому? Хочется спросить. Кому помочь? Вам, маме, сестре, вам троим. Кому помочь? Я понимаю, что тут работа нужна, я смотрю больше, так как это её ошибки. Ну, во-первых, это не ошибки. Когда вы говорите ошибки, вы оцениваете какие-то действия с точки зрения того, что это неправильно. Это деструктивная позиция. Ваша мама поступает так, как она поступает. Это не неправильно, это во вред, но не неправильно. Это не ошибки. Работа, в большей степени, нужна не с мамой, а с вами и с дочерью. Потому что именно вам легче будет поменяться, чем ваша мама. Поэтому, если вы бы решили, что работа нужна с матерью, не очень понятно. Я сама матерь же, и мне взялись в такого семья, вот то, что вам взялись в такого семья, говорит о том, что вы себя приводносите над матерью и застрой. Приводносит. То есть, жалею, вы ставите себя выше. С тем самым компенсируя вот какую-то обиду из детства. Что вам не уделили вот, ну, должного внимания. Я знаю, что все мы ошибаемся, мама тоже. Нет, это опять же не совсем верно. Опять как бы про ошибки тут вообще неверно. Я сейчас хочу приложить усилия, чтобы она пошла работать, вот эта учеба ей и так не нужна. Бессмысленные траты. Вот это вообще не касается. Оплачивает учебу мама, не вы. То есть, как бы, вот это не касается. Есть вот очень справедливое утверждение коллеги Кудрячева и Игоря Леонидовича про треугольных картонов. Так, только как заставить? Возможно, это поможет, как вы считаете, внешне поможет. Маме как бы надо помочь, чтобы она не боялась, доча воспитывала ее. Нет, воспитывать уже поздно. Воспитывать уже поздно. Восемнадцать лет никого не воспитать. Мама может только помочь ей увидеть, что движется она в неверном направлении. Вот. Воспитывать никто никого уже не может. Время прошло, прошло. Боятся, да, боятся перестать помочь, но не воспитывать. Уделяла свое внимание, уделяла свое внимание на работе. Себе вы, наверное, хотели сказать. Себе. Какое ваше мнение, видение выхода из этой ситуации? Работать с вами, с мамой как самыми сознательными членами семьи. То есть, вы сознаете проблему, мама сознает проблему, ну вот, младшая сестра нет. Начнем работать с вами обоими, с вами обеими. Вот. В частности, даже с вами. Можно даже просто с вами. С мамой, с мамой пока не нужно. Дайте, она просто вам долг, у вас долг, вы просто представите ей давать, давать долг. Все. Но, цепочка нарушится, система начнет меняться, поменяются все. Вот. То есть, с работой, я бы предложил, я вижу так, с работать нужно с вами. Вперва с вами, потом с мамой, и потом, я уверен, младшая сестра тоже подтянется. Вот. Не без боя, но подтянется. Так. Спасибо вам заранее за уделенное время. Каждый ваш ответ я перенаправлю маме с у нас. Ну, мой ответ, наверное, нужно будет когда-то с ссылкой. Там что-то аудио. Она сама выберет, с кем предложить сообщение. Не выберут. Не выберут. Опять же, по той причине, что и дочь ее входит к специалистам. Понимаете? Два типа будет. Либо, первый тип, это те, кто говорят, что она хочет услышать вашу маму, и работы никакой не будет, пусть дальше она заплатит деньги. Второй тип, это те, кто проиграет то, что не хочет услышать маму, и работы тоже не будет. Она может соглашаться, она может соглашаться, да, но она знает, что она не будет так делать, она не будет так поступать. Поэтому очень важно работать именно с вами, а не с мамой или с вашей сестрой. Вот. Почему важно работать с вами? Потому что легче всего изменить ваше поведение, легче всего. Изменится ваше поведение, изменится поведение мамы. Изменится поведение мамы, изменится поведение сестры. Семья – это система. Дальше. Я надеюсь, что я смогу ей помочь этим. Сможете помочь в игре только, если измените свое поведение. Опять же, это единственное, чем вы сможете помочь. Ни вопросами, ни помощи такого рода, ничем. Только изменением своего поведения и отношения к с ней. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.